Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и в этом видео я хочу рассказать вам все подробности, которые я смог найти касательно единственного в этом году громкого эксклюзива для Sony PlayStation 5 — Spider-Man 2. Дела у Sony в последнее время идут не очень хорошо, компания выхватила нехилый репутационный ущерб, принимая очень странные решения. Даже значительная часть ее собственной фан-базы начала ее критиковать. Ну вы помните эти великолепные платные обновления до версии PlayStation 5 за 10 баксов, повышение цены консоли, ремейки за 70 баксов? Вишенкой на торте для Sony стал провал противодействия сделке Activision Blizzard и Microsoft. И чтобы вы понимали, насколько все плохо было, на днях стало известно, что один из гениев, принимавших эти решения, а именно Джим Райан, покинет пост главы PlayStation в марте 2024 года. И слава богу! И вот на фоне всех этих неудач, единственный действительно ожидаемый эксклюзив 23 года для PS5, вторая часть Человека-паука, словно проблеск света во всем этом раке. Я сам являюсь большим поклонником Паучка как героя комиксов, он всегда для меня был самым забавным и правильным. Без всяких вот этих там мрачных заморочек, как у Бэтмена, без жесткой самовлюбленности, как у Железного Человека. Все фильмы и мультфильмы про него я обожал, и игры от Insomniac мне тоже очень жестко доставляли. Так что в том числе и лично для меня это один из самых ожидаемых релизов этого года. Давайте же поговорим о том, что нам про него известно и что нам ждать от игры. При этом напоминаю, что, ребята, будет классно, если вы поставите свой толстый, жирный, как я, лайк под этим видео, если, конечно, оно вам понравится. Если вдруг вы тут первый раз на канал можете подписаться, тоже очень сильно буду благодарен, и алгоритмом Ютуба это покажет, что видео интересное и полезное. Ну и самых четких ребят, как всегда, жду у себя в телеге, да, там всякие игровые новости я поищу, новости канала, а также на Твиче, где мы обязательно будем проходить эту игру. Надеюсь, вы все прожали, а мы начинаем. Погнали! Первая часть Паука произвела на меня огромное впечатление в свое время. Нет, я знаю, что сама по себе игра, как игра, она не была каким-то прорывом. Открытый мир совершенно стандартный, не особо живой, с кучей не шибко интересных активностей. Боевка и та перекочевала из Бэтмена, пусть и была адаптирована под Паука и усовершенствована. Но у Инсомния, как по мне, получилось создать близкий к идеалу продукт, так как игрался Паук просто великолепно. Атмосфера Нью-Йорка была передана тоже отлично. Сюжет был интересный и живой, пусть не без глупых сюжетных дыр, свойственных произведениям по комиксам. Но было много шуток и драматических моментов, все динамично и кшонова и интересно. О подобной игре я мечтал с детства и ждал ее, казалось, всю жизнь. Я прошел ее с огромным удовольствием и мне было мало. Поэтому даже короткий, хотя не особо дешевый по деньгам, спиновчик про Майлса Моралеса мне тоже очень зашел. Хоть он уже даже и не про Питера, и Майлс в целом, как персонаж, довольно вторичный и не такой интересный. Сюжет местами там тоже хромал, но снова было много эпика, атмосфера и отличный геймплей. И вот как раз в первую очередь из атмосферы, великолепной графики, боевки и механики перемещения по городу, я с радостью возвращался в этот Нью-Йорк и выполнял те самые не шибко интересные активности. И конечно же ждал вторую часть с нетерпением. И вот 9 сентября 2021 года Sony наконец анонсировали новые приключения Питера и Майлса. И да, в новой части мы будем играть сразу за двух персонажей. Теперь это короткое становление Майлса в отдельной игре смотрится более органично. В коротком синематик трейлере нам показали, как Питер и Майлс сражаются с врагами, но самое интересное нас ждало в конце трейлера. Там мелькнул один из самых крутых персонажей во всей саге о Пауке. Веном. Многие ждали Венома как открывающийся костюм еще в первой части и задавались вопросом, ну почему же его не добавили. И тогда креативный директор Брайан Интихор рассказал в подкасте Кандафангеймс, что этот персонаж слишком значимый для вселенной, чтобы просто делать из него обычный костюм. И вот после анонса новой части все стало на свои места. Трейлер выглядел довольно мрачно, но сильно много нам не показали. Только Питера и Майлса, сражающихся с негодяями, и Венома, мелькнувшего в конце. Чуть позже в подкасте This Weekend Marvel вице-президент Marvel Games Билл Розман рассказал, что повествование будет более мрачным, чем в предыдущих частях, и сравнил первую игру по духу с оригинальными Звездными войнами, а вторую с Империя наносит ответный удар. Учитывая, что в новой части появится симбиот, это неудивительно. Истории, связанные с ним, всегда были мрачнее основного тона даже в комиксах. При этом, насколько мне известно, самим Веномом будет не Энди Брок, как мы привыкли. Это объяснили тем, что хотят рассказать новую историю, которая будет отличаться от того, что мы видели в комиксах, мультфильмах и фильмах. После этих объявлений про игру довольно долго ничего не было слышно. Однако уже в мае этого года Sony показали геймплей и рассказали еще больше важных подробностей про игру. Кроме Венома, в сюжете важную роль будет играть еще один антагонист, Крэйвин Охотник. Да уж, русский злодей по имени Сергей Николаевич Крэйвинов как никогда актуален в наше время. Из новеньких, кроме Крэйвина Охотника и Венома, в игре должны появиться также и Черная Кошка и Ящер. Возможно, не все к вам встретим в игре. Если вы вдруг знаете, можете написать в комментариях. Буду очень благодарен, и не только я думаю, что остальные, кто смотрит, тоже. Больше про сюжет я добавлять ничего не хочу, так как другие подробности про него я могу рассказать только с использованием информации из сливов и утечек, которые произошли не так давно. Но они, во-первых, не 100% правдивы, во-вторых, если и правдивы, то могут содержать спойлеры, а я не сторонник такого. Поэтому, если вам все-таки интересно, можете погуглить сами про слив сюжета. Но если очень вкратце про завязку, то события новой части начнутся спустя 9-10 месяцев после окончания части про Майлза Моралеса. Кроме стычки с Крэйвным Охотником, в новой части будет противостояние Майлза и Мистера Негатива. А также подача Майлзам заявления на поступление в колледж. А вот, кстати, обычным черным парням без суперспособности это сделать намного сложнее. Из других мелких сюжетных особенностей известно, что наш любимый фанат паука Джей Джона Джеймсон вернется к руководству Дейли Бьюгл, а Мэри Джейн будет работать на него. Ну и еще можно будет исследовать дом тети Мэй. Так, про сюжет обсудили, давайте перейдем к геймплею. Судя по последнему трейлеру, ядро геймплея не претерпело каких-то огромных изменений, что, в принципе, было ожидаемо. Но это если говорить про общие механики, при этом нововведения в игре, естественно, имеются. И первое, и самое важное, это, конечно же, то, что теперь мы играем за двух пауков, Питера и Майлза. В игре будет возможность переключаться между ними. Я напоминаю, что каждый из пауков обладает своими способностями и скиллами. И тут мне интересно, как будет организована прокачка. Опыт будет общий, или у каждого свой, не пострадает ли количество скиллов у каждого паука от того, что у нас теперь их двое. Кроме того, появились и общие обилки, которые, как я понимаю, будут работать, когда Майлз и Питер сражаются где-то вместе. А если вспомнить еще одну особенность геймплея Симбиота, то вопросов становится только больше. По геймплейному трейлеру все, я думаю, поняли, что в игре будет момент, когда Питером обладевает Симбиот, и у него появляются соответствующие способности. Понятное дело, что это будет личное время, ведь в конце концов Симбиот должен перейти на того персонажа, который будет в этой части Веномом. Однако меня интересует вопрос, будем ли мы прокачивать еще и Симбиота в сюжетных моментах, когда им будет Питер. А еще я вот задумывался над тем, что будет очень обидно, когда Симбиоту у нас отберут, и мы не сможем больше играть за такого темного Питера. Было бы классно, если бы они оставили возможность переключаться на костюм Симбиота после завершения основной игры. Но тут уж ничего не скажешь, кроме как поживем-увидим. Кроме, собственно, симбиотических обилок Питера, у наших героев, естественно, будут и другие новые способности. Они, например, научатся летать на Уинг-Сьюте, Майлз будет отковать врагов разрядами молний, прям как Рейден, а у Питера будет какой-то костюм с механическими паучьими ногами, которыми он сможет бить врагов. И в целом, боевка была расширена. Добавили, например, парирование неблокировых атак. Кроме того, теперь в игре можно строить мостики из паутины, с которых в стелсе будет очень удобно атаковать врагов. Это не хил так расширит механику стелса, хотя лично я предпочитаю все же прямые столкновения. Но помню, как часто получал люлей в первой части от толпы вражин, и приходилось уходить в стелс хотя бы частично. Ну и я уверен на 100%, что добавит еще кучу различных гаджетов и свистоперделок. А теперь давайте от геймплейных механик перейдем потихонечку к наполнению и контенту. И начнем с локаций. Действия игры снова будут происходить в Нью-Йорке. И я помню, как многие возмущались на выходе Майлса Моралеса, что мы получили, по сути, ту же карту, что и была в оригинальной игре. Да, там сменили время года, что изменило атмосферу, и да, рождественский Нью-Йорк был прекрасен и красив. Однако, это все же была та же самая карта, которая перекочевала из оригинала практически без изменений. И слава богу, в новой части Инсомник не стали делать то же самое. Нам оставили Манхэттен, он все еще на месте, но сам размер карты, как утверждают разработчики, увеличился практически в два раза. Вроде как подтвердили добавление легендарных районов Бруклин и Квинс. Я надеюсь, что будут добавлены еще какие-то районы. Ну и в любом случае, мы получаем ту карту, которая у нас уже была в первых двух частях, плюс новые районы, по размеру сопоставимые с этой картой. И это, конечно же, отличные новости. И раз уж мы заговорили про карту, самое время обсудить открытый мир и активности, которые у нас есть в игре. Я знаю, что открытый мир не был сильной частью первых двух частей, и тут, если честно, думаю, будет то же самое. Разработчики обещают, что он будет более живой и насыщенный. Сохранится приложение Добрый Сосед, который будет подгонять нам различные задания. Плюс в самом мире постоянно что-то будет происходить. Появится режим охоты за дронами Крэвина, Охотника и много чего другого. Типа там сбора всяких коллектаблс и различных испытаний. Сама концепция подобных открытых миров уже немного надоела, понятное дело. Хотелось бы ожидать каких-нибудь сайт-кестов с крутыми интересными сюжетами, а-ля как в Ведьмаке, но этого не будет. Однако, все же учитывая отличные игровые механики и крутую атмосферу игрофонии, подобный открытый мир вполне может проканать, если ты просто хочешь вернуться и позаниматься за паучка какой-нибудь ерундой в этом прекрасном Нью-Йорке. По-моему, в этой игре у открытого мира именно такая функция. Ведь город действительно красивый и атмосферный. Кстати, тут мы можем перейти к разговору о графике. Графически, на первый взгляд, игра не сильно отличается от предшественников. Особенно, если сравнивать с Майлсом Моралисом, который был одним из первых игр на PS5 с трассировкой лучей. Однако, разработчики делают акцент, что в этот раз эта игра полный PS5 эксклюзив. Говорят, что в игре были улучшены текстуры и освещение, добавлено больше деталей как в персонажах, так и в окружении. Нью-Йорк теперь выглядит еще более красочным и живым, и бла-бла-бла-бла-бла. Лично мое мнение по этому поводу, ну, в первых двух частях графон и так был на довольно высоком уровне. Тут прям сложно что-то улучшить так, чтобы глаз это сразу заметил. Мне кажется, что улучшение будет где-то на уровне God of War Ragnarok. Ну, то есть, вроде что-то как-то есть, но не особо заметно, если не вглядываться. Это не отменяет того факта, что игра выглядит отлично. Так что, думаю, за графон тут сильно переживать не стоит. А уж как там будет работать новое освещение, текстуры и детали окружения, это надо не на ютубе заценивать, а вживую. Так что ждем релиза. Отдельно расскажу про русский язык и локализацию. Как вы знаете, в наше неспокойное время с этим во многих играх проблемы. Где-то локализацию отменяют вовсе, и мы очень радуемся, если есть хотя бы субтитры. А если их нету, то сидим молимся на моддеров, которые подгонят нам какой-нибудь ИИ-перевод в ближайшие после релиза дни. Однако тут у нас PS5 эксклюзив. И те, кто играл в Паука, прекрасно понимают, что субтитры тут были бы большой болью в заднице. Так как огромное количество, в том числе сюжетных диалогов, происходит в момент передвижения по городу или какого-то жесткого экшена. Поэтому я очень рад, что Insomniac не пошли по пути рокстаров. В игре будет полная русская локализация с озвучкой персонажей. Я на самом деле думаю, что нам тут просто повезло. Игра разрабатывалась давно, да, и я думаю, что локализация просто была готова до всех этих залупных событий и следующих за ними проблем. Но порадоваться русской озвучке в любом случае можно, так как в подобной игре она очень кстати. Вообще, Insomniac в 2018 году выдали одну из самых крутых игр года, как по мне. Да, это был типичный эксклюзив Sony. Отличная играевка, интересный сюжет, крутая атмосфера, не особо при этом интересный открытый мир, никаких прорывных и революционных механик, но то, что было в игре, работало просто отлично. Всё было вылезано и красиво подано. Думаю, что о второй части нам стоит ожидать типичного аккуратного сиквела. Будет всё примерно то же самое, просто чуть больше, чуть красивее, чуть разнообразнее. И если честно, я вообще не считаю, что это плохо. Я просто хочу снова полетать на паутине по Нью-Йорку, поржать над шутками, помытузить вражин, посмотреть ещё одну интересную супергеройскую историю и получить то самое наслаждение, которое я получал, проходя первые части. И думаю, что так оно и будет. Спасибо всем большое, кто досмотрел до конца. Обязательно подписывайтесь на Twitch, там мы точно будем проходить эту игру, когда она релизнится. Ну и на телегу подпишитесь, чтобы быть в курсе игровых новостей, новостей моего канала. Ну и там лайки, если понравилось видео, подписочка, тоже буду очень сильно благодарен. На сегодня это всё, с вами был Мародёр, 120 гигабайт, жёстких всем респектов. Йоу! Субтитры подогнал «Симон»